И всем привет, ребят! С вами Старваник, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной интересный, замечательный игровой видеоролик, который посвящен одному очень интересному вооружению, как вы знаете. Относительно недавно я выбил новое интересное устройство на Гаусс. Когда-то давно я тестировал на своем тестовом ютуберском аккаунте данное замечательное устройство, но время поменялось, и сегодня настал тот самый момент, когда мы вместе с вами протестируем электромагнитный залп. Я на основе на нем еще до сих пор ни разу не играл, поэтому для меня это будет, можно так сказать, первый обкат данного устройства на своем основном аккаунте. Конечно, я катал на тестовом акке, но я думаю, что это как бы не в счет. Посмотрим, что покажет вообще из себя данное замечательное устройство. Режимы для данного боя я выбрал сегодня не совсем, наверное, стандартные. Единственное, что я хотел бы одеть, это бустеры. Бустеры, я думаю, что будет намного актуальнее, нежели защитник для данного Гаусса. И по режимам я сегодня хотел бы сыграть две каточки. Одну в ТДМ-очке в командном бою и одну в осаде. Именно в данных двух режимах, как по мне, можно максимально эффективно и интересно реализовать замечательного Гауссика, который отключает расходку. Данное устройство является донаторским, поэтому еще более интересно будет посмотреть на то, как его можно будет вообще реализовать в данном бою. Играть, я думаю, что будем максимально агрессивно от какого-то моста. Может, еще где-то ближе к вражескому респу поедем. Пока займем какую-то определенную точку. Можно даже встать где-нибудь прямо-таки тут. И подождать, посводить, пострелять по противнику. Посмотреть вообще, сколько у нас там будет залетать урончика. Ну и самое главное, конечно, это то, что вы отключаете с каждого выстрела расходку. И потом, после того, как вы сбили противнику расходку, можете сразу быстренько добивать обычным таким простым выстрелом своего замечательного оппонентика. Пока с водками я не наношу большого количества урона. Хотя в каких-то определенных моментах, наверное, это бы могло даже сработать очень эффективно. Но здесь, как говорится, быстрая сводочка. И сразу добавочку дополнительную даю простым выстрелом. За счет этого и можно, по сути, реализовывать очень грамотно и качественно данное замечательное устройство на гауссе. Вы даете сводку, после нее даете быстрый выстрел, которым вы добиваете своего оппонента. Мне данная механика очень-таки даже нравится. К сожалению, только вот катка какая-то, ну, не такая прям сверх жесткая у нас здесь имеется. Ну и также не забывайте о том, что на данном гауссе у нас все-таки нету дополнительного сплэш урона от простых обычных выстрелов. Это тоже нужно как бы не забывать. Но я думаю, что, по сути, наверное, это не будет являться ключевым каким-то определенным моментом, если я буду постоянно грамотно сводить свой залп и потом добивать оппонента. Например, даже сейчас, если прожмет... А, ну, он не прожимает нифига сего, он вертуху выдал. Не прожал ДАшку, если, по-моему, бы прожал ДАшку, то я думаю, что можно было бы его отключить расходку, а потом бы одним выстрелом просто взять и добить. Вот, например, как сейчас. А, ну, здесь как бы со сводки даже умер. Я думаю, что от сводки не умирает. Ну ладно, ничего страшного. Расходку сбили и сразу одним выстрелом добиваем. Здесь так же само, по той же схеме работаем. Плюс сводочка. В упор лезет. И плюс добить. А, добить не смог, потому что 50% рез. Так вообще, по идее, должен был, наверное, сливать. Устройство интересное, скажу вам так сразу. Оно, наверное, является немножко даже фановым. Потому что реализовывать его не всегда эффективно получается. Но если к нему привыкнуть и использовать постоянно его сильные стороны, именно стороны устройства, то за счет этого можно, конечно же, получать дополнительную выгоду. Если вы четко понимаете, например, в определенный момент, когда вам свестись по оппоненту, вот, например, ну, если бы он выжил, было бы, конечно, наглядно по примеру видно. То есть, вы сбиваете расходку и быстро его добиваете. На любом другом гауссе быстро после сводки выстрелить вы, к сожалению, не сможете. А здесь, после сводочки, у вас очень-очень быстренькая перезарядочка гаусса. И вы дополнительно этот выстрел с простотой, обычностью можете нанести и уничтожить противника. Пока катка складывается максимально приятно, максимально хорошо для нашей команды. У меня уже 13 киллов имеется. Но я все же больше, наверное, хоть и играю на победку, хочу по максимуму реализовывать свое устройство. Поэтому я буду пытаться отключать расходку. И буду за счет этого потом дополнительно наносить урон и уничтожать своего оппонента. Единственное, вот сейчас не совсем мне связано. Ладно, 3 тысячи выдал, хорошо. Рикошетик овер прожимает и я ухожу, к сожалению, на респик. Плюс 20 килов видео. 2 резиста от гаусса в бою. Наверное, это немного. Я не знаю, честно говоря, сколько сейчас резистов вообще в матчмейтинге берут от данной пушки. Потому что я особо на гауссе вообще не играю. Но я считаю, что, наверное, это небольшое количество резов. И спокойно можно против данного количества игр. И реализовывать, конечно же, свое замечательное вооружение. Пробуем сейчас еще здесь вот эту куточку дать. Замечательный. И добить сразу танчик. Можно было бы еще и этого бы слить, если бы я бы чуть-чуть побыстрее бы среагировал. Но сейчас есть отличная возможность сбить как минимум расходку данной хор на тарельсе. Видит ли она меня? Да, она, похоже, не видит. Да, она видит. Или не видит? Ладно. Видит, что она меня не видит. Сбиваю расходку. Ай, добить не успел по-быстрому. Ладно. Плюс сводочка еще одна. Отлично. Замечательно. Тот молодой человек как раз был без нарки. Этому сбил расходку. И сразу, сразу добить не удалось. Вылетел 1400 урона. Вместо 1500, если полторашечка вылетало, то я бы его бы заваншотил. А так пришлось подавать два выстрела. Немножечко неприятненько, когда не вылетает максимальный урон с обычного выстрела на гауссе. Но компенсировать это, конечно, всегда можно тем, что вы в каких-то моментах очень жестко сбиваете своему оппоненту расходочку. И это, конечно, может вам принести, конечно же, определенные дополнительные плоды. Даже сейчас, выдавая выстрел под диктатору, которому я не нанес урон, дополнительно сплэшом унес еще один танк. И ко всему этому, даже если бы я его бы не слил, бы ему бы расходочка сбилась. Вот здесь только выключается сплэш ваш дополнительный урон. И нужно просто отстреливать оппонента. Хорошая катка, 24 кила, первое место. Атривчик тоже достойненький имеется. Гаусс реализован на свои где-то 70-80%. У меня крит ошибка, быстро обновляемся. Можно было бы, наверное, если бы противник был бы чуть посильнее, показать вам более грамотные реализации овердрайвов и вообще в целом самого гаусса. Но надеемся, что сейчас вот на сайте будет что-то более плотное, более скиллозависимое. То есть, ну, мне придется как-то поинтереснее поиграть, как-то подумать чуть-чуть побольше, дабы вообще раскрыть вам, да, всю саму прелесть этого гаусса. Я все-таки до сих пор считаю, что данное устройство хоть и является бесячим, да, и каким-то таким интересным, как по мне, оно до сих пор не является, ну, вот прям стопроцентно актуальным. Я не считаю его максимально имбовым, да, то есть, если сравнивать данное устройство и адреналин на гаусс, я бы все-таки все равно отдал бы свое предпочтение адреналину. Но, но, если вы будете играть командой, например, вы будете играть пати, три игрока, да, либо вы будете играть какой-то там наркобой, да, где можно будет просто отключать расходку своему противнику, то данное устройство будет максимально актуально. И там уже лучше будет взять, конечно же, его, нежели брать там какой-нибудь условный гаусс с адреналином. То есть, вы сбиваете расходку, ваши тиммейты добивают киллы, ну, не киллы, а просто противника уничтожают, например, там ставят мяч, увозят флаг, забирают точку, еще что-то делают, да, то есть, за счет этого можно принести огромное количество пользы для своей команды. Поэтому, это, как по мне, больше устройство командное, нежели эффективное в игре соло, да, матчмейкинге или еще где-то. Ну, вы, я думаю, что поняли, о чем я отвечу. Ладно, все, приступаем уже к быстрым уничтожениям и сбитиям расходки своему оппоненту. Сейчас, я думаю, что здесь на осаде меня начнут уже пожестче намного фокусить, потому что у ребяточек начнет, наверное, сгорать одно место, когда у них постоянно будет расходка уходить на колдаун. Ну, посмотрим вообще, что сейчас будет происходить. Плюс сбитие и плюс сразу килл. Отлично, просто, ну, бустер здесь, конечно, реализуется максимально грамотно. Единственное, у вас какой будет там прострелечек? Будет, 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 будет. Такая маленькая. К сожалению, там маленькая очень дырочка, очень сложно попасть, если честно, в нее. Ладно, ведем 1-0, это уже очень даже хорошо. Пробуем делать сводку. Сводочка по мамонту. Отлично, планшотим его. Ну, и надо, конечно же, сразу забрать вторую точку. Галот пытается свестись, но прострел не прошел. Вот сейчас бы, если бы я был бы против, и Гаусс был бы там с отключением, то есть, ну, я был бы на Гауссе с отключением, можно было бы очень эффективно отработать и отлично реализовать момент в свою пользу. Но я нахожусь за другую команду, и у нас пока у ребят все складывается настолько круто, что я, по сути, даже этой команде-то ей не нужен. Они просто уничтожают всех, и противник практически вообще не доезжает до точки, чтобы, например, там, ну, взбивать, например, там, расходку, или там, пытаться точку там откладывать, да. Соответственно, я пока и даже большого количества здесь опыта не могу набить в этом бою, к сожалению. Но будем стараться. Будем стараться выбиваться здесь в топчик, хотя бы в топ-2, нужно будет запотеть и его заработать. Сейчас можно отлично быстро убить хороший. Пятерочку по двоим. Ребята, кто-то даже расходку не прожимает. А кому-то вот там, как викингу, расходочку я сбил, и он себя уже не совсем комфортно чувствует, я уверен. Сейчас еще вот этому собью расходочку. И сейчас он опять расстроился, то, что у него расходка упала. Очень бесячий устройств. Очень, очень бесячий, друзья, устройств. Моментами я прям чувствую, как у игроков сгорает жопочка. И они, ну, чувствуют, чувствуют вот этот вот дискомфорт. Может даже у кого-то дизмораль появляется дополнительно. Я не скажу, что я сам как бы радуюсь, потому что это не убиваю расходку. Я лишь пытаюсь реализовать максимально эффективно свое вооружение. Я отлично понимаю, что я должен сделать для того, чтобы я приносил и своей команде, и себе пользу максимально. Пока только вот единственный противник особо не едет на точку. И это очень, очень даже плохо. И немножко я не пользуюсь тоже дополнительным плюсом того, что после сводки у тебя есть очень быстрая перезарядка обычного выстрела. То есть, по сути, ты можешь ждать сводку и быстро кого-нибудь закерить дополнительно. Но моментами у меня не получается максимально грамотно это реализовать. И это, конечно, обидненько. Пойдем со счетом 2-0, друзья. Противник пока что на точку не едет особо. И для меня, наверное, даже это немножко кажется странным. Они проигрывают, им нужно, наоборот, пытаться максимально въезжать в нее. Но у них пока с захватом определенные проблемы имеются. И это больше плюс, конечно, для нашей команды, нежели для команды противника. Я могу лишь этому только порадоваться и понадеяться на то, что сейчас я смогу еще кого-нибудь здесь уничтожить. Например, вот эту вот замечательную викингарейцу, которая прожимает свой овердрайв. Мы можем, по сути, за счет этого сразу же забрать еще одну точку. Но я, к сожалению, ухожу на респект. Получаю всего лишь 10 очков опыта за захват, нежели 50. Точка должна появиться справа, по моей логике. Да, точка появляется справа. Отлично, сбиваем расходку мамонту и быстрое добивание. Сразу же происходит. Отлично, вот за счет таких моментов, конечно, реализовывать данное устройство очень приятно. Я не знаю, насколько часто я буду играть на него вообще в принципе, на стримах, на матчмейкинговых боях, да, но в какие-то моменты его интересно поиспользовать. Возможно, если меня кто-нибудь будет бесить или троллить, я возьму этого Гаусса и покажу ребяточкам, что может показать из себя вообще данное устройство и как можно его грамотно использовать и как можно потерроризировать любого противника. Отличная сводка. Я думаю, что пора забирать еще вот эту точку, дабы вообще было все великолепно. Я только немножко не понял, почему у меня там сводка не полетела. Можем был сводку еще одну. Реализовывать наполнительную, ладно. Хорошая сводочка. Сбитие ДДшки у противника. За счет этого он не выдает мне ДДшного грома. Я уничтожаю его. Остается одна минута до конца. Ладно, сводиться не буду, а то я иначе уйду нарез. И к слову, вы можете в упоре играть, друзья, на этом Гауссе. Отлично, можете играть в упоре. У вас нет сплэш-урона, соответственно, вы не носите урон по себе. Я, кстати, немножко даже забыл про этот момент. Можно тоже как-то на это акцентировать свое внимание. И моментами заезжать в упор к противнику. И там уже пытаться наносить дэмэдж. Ну, например, с бустером, если есть противник в упоре, можете просто их кинуть. Будет тоже очень плохо. Так, мамот. Мамот, там нужна сводка. И, кстати, что касаемо сводки, друзья, вы тоже видите, да? Насколько я долго не принимал этот луч. И все равно он у меня не сбросился. Я не помню, честно говоря, сколько по времени он на обычном Гауссе. Но, возможно, даже с этим Гауссом есть дополнительный тайник. Если вы знаете об этом, напишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть, Ленчик мальчика напишет, что он все-таки. Ходячая танковая Википедия. Он, по идее, такие моменты должен знать. Есть ли разница у устройства замечательного на Гаусс. В сводке с простым Гауссом. Если есть разница, то было бы интересно вообще все это дело увидеть, услышать в комментариях. Вот такой вот видеоролик, друзья, складывается, я бы вам сказал. Отличные две катки, отличная реализация Гаусса. И я вам скажу, что, возможно, 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 где-то даже на стримах будет появляться данный замечательный Гауссик. Но я думаю, что не на постоянной основе, но где-нибудь, может быть, на этом устройстве мы покатаем. Как я уже сказал, оно не является для меня сверх максимально имболом. Но, как минимум, интересное, замечательное устройство, которое является еще и за донат. У меня теперь уже есть в гараже. И сегодня вы видели, как оно себя показало. Если вам нравятся, друзья, игровые видеоролики, то обязательно не забывайте прожимать лайк. Не забывайте подписываться на канал. Как только на данном видеоролике набирается 150 лайков. Мы записываем следующую часть игровых замечательных видосов. Также, друзья, не забывайте про конкурс на 3 миллиона кристаллов, который имеется в описании. То есть в описании переходите. Ссылочка на конкурс, на видеоролик перешли, все условия выполнили. Все, вы участвуете в конкурсе на 3 миллиона. Вы уже, блин, как бы, ну, в хороших кондициях, таких, с хорошим шансом на победочку можете просто формануть. Поэтому обязательно участвуете. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.